привет друзья добро пожаловать снова на мой канал сегодня пятница и сегодня я хочу для вас снять видео мой рабочий день в италии так что я буду кстати как фронтенд разработчик в итальянской эти компании консалтинговой итальянской компании вот так что предлагаю вам друзья провести этот день со мной засниму сегодня все что будет происходить я должно происходить надеюсь много интересного чего покажу вам скажем так мою другую часть жизни да не только как мы ездим на выходных куда-то вот покажу непосредственно чем я занято с понедельника и по пятницу правило друзья еще до пандемии мы с сашей в офис добирались на поезде мы живем если вы не знаете в городе виджевана это город который находится приблизительно от милана в 30 километрах вот и раньше мы ездили на работу на поезде принципе здесь система жд на севере италии развита в принципе неплохо добираться здесь на поезда это норма вот раньше когда жила в украине луганске это добирались на поездах это конечно шок наверное но здесь в италии это нормально то есть 40 минут на поезде на работу туда и обратно это как бы еще даже ничего некоторые добираются еще на скоростных поездах более дальних городов в общем у всех конечно по разному после пандемии произошла пандемия и после этого уже где-то два с половиной года приблизительно я работаю в смарт-кокинге ну вот сегодня скажем так такое исключение когда приблизительно раз сейчас полгода мы ездим в офис и вот сегодня именно такой день когда необходимо быть в офисе поехать в офис и едем мы на автомобиле в офисе едем конечно же по пробкам с утра добираться не очень хорошо трафик достаточно такой не очень приятный сильный трафик в общем друзья мы здесь припарковались нашли местечко вот кстати тоже знаете когда милан вот мы едем в офис у меня есть получается как два офиса офис скажем так моей родной компании которая оформлена в этот офис мы с вами приехали сегодня он находится в милане 2 офиса офис клиента непосредственно как по консалтингу на которого я работаю это другой офис сегодня мы не в нем скажем так в моем офисе моя родная компания не оформлена вот кстати в офисе клиента я была где-то месяца два назад кстати в instagram stories добавляла там фотки с работы подписывайтесь на мой instagram друзья добавлю сейчас название его и да пошлите наверное уже зайдем сейчас необходимо найти здесь только зданий и да и первый второй офис все находятся в милане просто в разных частях города походу никого еще нет слишком рано с 59 здесь ребята когда я начинаю обычно свой рабочий день есть определенная процедура обязательно необходимо отметиться скажем так в программе здесь она называется у нас таймшит в общем эта программа ты отмечаешь получается ставишь во сколько ты пришел на работу или во сколько ты в принципе начал рабочий день и во сколько ты закончил вот сегодня я поставила я начала свой день в 902 кстати ребята поводом в том числе сегодня приехать в офис это было получение вот таких талонов на еду это как бонус у нас был предприятие в общем у меня здесь получается 25 талонов вот здесь написано по 10 евро то есть здесь талоны 250 евро на 250 евро да это такая разовая акция в год как правило проходит и можно было просто какой-то шопинг сделать можно было куда технику на эти деньги на купить ну в общем я решила взять именно на продукты да такие вот билетики мне сегодня еще дали такой вот бейдж просто день успеха день удачи и талоны на еду и бейдж чтобы здесь можно в офисе было ходить потому что двери все открываются по карточке в общем я сейчас когда пришла просила других людей открывать мне дверь в общем теперь я могу это делать сама очень клево так что да теперь у меня есть такой бейджик кстати до сих пор стою в очереди что-то здесь у кого-то какие-то много проблем видимо очень долго в кабинете проводят время в общем пришла я свой медосмотр давление у меня померили 100 на 60 но пониженная нет но у меня все же есть такое пониженное 100 на 60 вот это с учетом того что я с утра выпила кофе еще выпила эти потаса магнезия магний порошки свои которые мы пьем еще кстати сейчас идем на паузу кофе я еще сегодня толком не работала я пока решаю бюрократические вопросы 11 часов дня работа была сделана на 0 процентов они меня спросили вакцинирована ли я и сколько у меня доз зачем мне эта информация диск хотят дискриминировать те тех людей кто не вакцинирован я нам это вакцинированы все три раза но тем не менее как бы почему эта информация до собирают не знаю ребят говорила я в начале видео или нет получается работая в сфере идти как именно в фронт-энд разработчик сфере и коммерса например саша он делает именно приложение мобильное я не делаю никакие мобильные приложения не работаю с ангуляром не с реактом не с реактом найти вам в общем я работаю скажем так с более простыми технологиями создаю лендинг страницы это получается я работа с html, css, sas, jquery, javascript в общем если необходимо подключаю разные слайдеры разные библиотеки но приблизительно так те кто разработчики те в общем поняли о чем я говорю расшифровывать для обычных людей которые с этим не связанные в принципе нет смысла для вас это как бы неважная информация абсолютно вот так что да в сфере коммерса получается я создаю лендинг страницы то есть страницы на которых есть продукты которые как правило вы заходите на сайт не знаю очков допустим ray-ban и видите какую-то страницу презентационную красивую яркую да и вот типа такие страницы создаю я кстати сейчас мы вернемся с паузы кофе мы здесь вышли на кофе паузу нашу и я хочу вам показать страницу над которой я работаю сейчас эта страница пойдет лайв 30 числа а влог выйдет получается 31 или 1 в общем я могу с вами поделиться то на чем я работаю если бы конечно этот проект шел позже то это было бы незаконно да что я вам показываю еще какие-то проекты которые не вышли лайв для всех но так как все будет гуд значит мы не нарушаем никаких норм никаких законов я с вами поделюсь итальянцы кричат я я поделюсь в общем с вами тем проектом над которым сейчас работаю вот мой выбор это капучино и такая булочка бриошь на бриошь на итальянском ала крема к булочка с кремом кстати многие месяца с под влогом ты наверно комменты еще не читал будешь опять у меня видео как ты ешь даже постоянно да только есть очень многие пишут что да действительно такие цены как мы обсуждали насчет россия крупных городов что вот как я в интернете видела в инстаграме девочки что это правда что может могут быть такие цены что как бы получается на кофе цены на выпечку дороже чем здесь милане дороже чем милане ну вот так вот да так что кстати ребят напишите кем работаете вы это было бы классно вообще мне почитать если вам не сложно вообще кем работают на зрители нравится вам ваша работа или нет довольны вы или нет ребят хочу показать вам страницу над которой я сейчас работаю это черновой еще вариант кстати сайт называется на котором я работаю с англосат кому интересно для этого я работала на сайте рейба в общем это страница которая посвящена фрейм адвайзеру то есть вы здесь можете понять какая у вас форма лица и не скажем так какой у вас цвета тип эта страница ничего не продает это просто страница презентация здесь как видите вначале идет фото здесь потом идет видео этой девушке дальше у нас появляется первый черный оверлей затем здесь появляется второй оверлей на скролл видите и кстати они уйдут вот эти полосы здесь получается срабатывает форму лица треугольную квадратную у вас скроллите это все меняется круглая форма лица 10 если вы кликаете на кнопку вам открывается такое поп-ап окно с формами лица и их описание закрывайте поп-ап дальше идем вниз здесь идет значит уже кола анализис то есть здесь четыре сезона весна лето осень и зима здесь тоже есть на леону вы кликаете поп-ап то есть какой у вас цвета тип это кстати видео на бэкграунде они меняются очень кстати красиво мне кажется дальше здесь идет фейсайз то есть размер какой вам очков может подойти это тоже идет видео и дальше здесь идет секция ваш стиль здесь зазумленная фотка на скролл она тоже вот так вот уменьшается такой эффект анимации мне кажется смотрится очень круто и здесь вот получается описание на три фотографии с описанием и здесь идет секция уже правило сиполисе с анимацией видите появляется текст замочек сейчас раз открывается тоже мне кажется очень красиво смотрится ну в общем да это еще не конечная версия я над этим всем делом работа как я сказала все это сделано с помощью html css jQuery JavaScript также библиотека здесь используется scroll magic в общем еще другие библиотеки есть не буду возгрузить но вот над этим я сейчас работаю на выходных кстати тоже потому что бывает дают такие сложные проекты иногда приходится работать на выходных как бы я не синя разработчик далеко вот потому приходится иногда работать неурочное время которая в том числе не оплачивается но мы скоро идем в отпуск потому надо позакрывать все дела все доделать кстати у нас будет отпуск даже через неделю потому в общем да надо закончится все работа и чтобы спокойно уйти в отпуск задвигаем наш стул здесь сейчас вам засниму как офис кстати выглядит очень прикольно достаточно такой яркий пойдемте ребят проведу вам небольшую экскурсию здесь вообще офис он поделен по зонам разные зоны это прикольно то есть здесь допустим сидят директора какие-то вот здесь например это зал желтыми стульями зал для совещаний за такими столами как бы попроще как правило сидят разработчики ну дизайн классный мне нравится то есть это вообще новые офисы вот здесь кстати еще один офис такой от газона для совещаний в том числе здесь есть такие вот автоматы здесь можно купить что-то воду что-то в общем сладко какие-то снеки здесь автомат в кофе здесь тоже такая зона небольшая для чая для кофе здесь автомат с водичкой вот без этого ребят ни одна эти компания в италии не обходятся здесь это называется бильярдина в общем такой настольный футбол я в него играть ним не умею не понимаю вообще прикола никакого но все мальчики очень любят это знаете такое отвлечение 5 минутки 10 минутки отлезть от работы здесь получается скажем так такая зона для ожиданий для тех кто приходит на какие-то встречи и это получается ресепшен я себе взяла грудку и такой салат огурец помидор у саши в общем то то же самое только у него гарнир это картошка с перцами да и на десерт с основным любом блюдом мы справились саша взял себе кофе а я взяла себе такой йогурт в общем с фруктами с орешками ребят вышли мы из кафе в общем отдали мы за такой обед вы все видели кофе один йогурт с фруктами и по порции скажем так курицы да с овощами а мы отдали 20 евро до 20 евро стоил такой обед но стоит сказать что это такие такой вид кафе конечно я думаю везде есть и в россии и украине в общем мне кажется в любой стране это такой вид кафе который находится непосредственно рядом с предприятием туда входят как правило офисные сотрудники сразу ты спускаешься у тебя кафешка в которой ты обедаешь такая столовая можно просто назвать и недорогие столовые вот на двоих мы покушали на 20 евро это в принципе это недорого потому что если пойти не скажем так в обычное кафе даже какой-то если вы найдете фудкорт в торговом центре а вот то что мы поели там это не будет стоить 20 евро там это будет стоить дороже и в принципе кстати было очень вкусно и мне очень понравилось очень классно было кстати хотела еще сказать что хорошая новость нам сегодня на предприятии дали положительный ответ за тфр о котором я говорила в предыдущем видео добавлю подсказку тфр и переводится с итальянского как траттаменте дефина аэропорта это те деньги которые работодатель каждый месяц для вас выкладывает у них есть много способов использования честно сказать я их все не знаю в общем все эти законы здесь можно на пенсию откладывать переводить можно еще как-то у нас в общем вариант эти деньги можно использовать если вы берете покупайте первое жилье вот то можно просить эти деньги мы так и сделали да они пошли на уступки вообще по закону необходимо отработать на работодателя 8 лет у нас сашей нет этих 8 лет есть только совместные да если сложить ну в общем каждый должен был отработать 8 лет ну я получается работа только 5 да саша работает 6 но они нам пошли на уступки но они сказали что они нам сделают перевод этих денег тремя траншами то есть мы хотели конечно чтобы они нам за раз начислили эти деньги они сказали тремя траншами то есть в течение трех месяцев июля августа ну вот так что в принципе вот так вот документы никакие они не требуют по поводу квартиры или каких-то наших намерениях покупать просто ты раз ты в принципе раз можешь попросить этот т.ф.р. пока ты работаешь в предприятии да дает 70 процентов я думаю в том видео говорила дает 70 процентов на максимум ты можешь просить 70 процентов остальное как бы он тебе остается да да кстати из них налог 23 процента еще ну допустим пример у вас допустим 10 тысяч евро да вы видите ваши ваши платежки каждый месяц начисления допустим вашей зарплаты видите там т.ф.р. стоит 10 тысяч имейте ввиду что вам не дадут 10 тысяч от них отнимите 23 процента вы должны заплатить налоги и с тем временем у ребят начался вообще какой-то ураган дождь такой достаточно сильный все кстати друзья уже полностью разъяснилось и вообще уже солнце была темнота и снова наступил день так вот меняется погода здесь все ребят мы снова в автомобиле вышли с работы зашли в супермаркет сейчас буду по дороге домой будем хрустеть чипсами лимон кстати лайм и красный перчик мои любимые сан-карло посоветовала я вам их уже не раз если будете в италии покупайте такие чипсы очень вкусные хотела добавить такой момент по поводу где искать работу три сайта наверное основные это linkedin это сайт linkedin больше для профессионалов да если вы специалист какой-то области далее второй сайт это значит subita puntaid и indeed также есть конечно другие еще сайты никто их не отменяет есть понятие тоже центра занятости в италии государственные есть понятие частной конторы которые тоже занимаются поиском работы за какую-то плату да улаженщий полицейский за комиссию определенную помогать искать работу да то есть у них заинтересованность да ну конечно с работой как все знают в италии сложно очень но в некоторых случаях возможно необходимо пытаться мы сейчас доедем домой завтра к нам приезжают гости родители пойдем в пиццерию в ресторан пиццерию все друзья до следующего включения ну что друзья сегодня у нас следующий день выходной суббота нам приехали родители мы отмечаем прошедшие день рождения микеля взяли значит мы себе три пиццы это пицца получается пиканты с острой колбасой это наверно строчателло да это вкусно будет это пицца квадро 100 джонни здесь получается оливки да ну или бурат или даст и читала в общем здесь оливки в общем артишоки и прошуто-котто и здесь виднеется пицца 4 сыра ну все кто-то пьет пиво мама мама микель саша все на пиве а я в общем а я на вине я да я отличаюсь и как обычно а а а а а а а и а Продолжение следует...